В правительстве края прошла встреча с выпускницами детских домов, которые стоят в очереди на получение жилья. После акции протеста, которую активистки устроили у здания правительства, была достигнута договоренность о регулярном информировании сирот о том, как продвигается решение жилищного вопроса. С подробностями наши корреспонденты. Выпускницы детских домов пришли с очередной жалобой. Несколько девушек, которые участвовали в пикете, согласились временно переселиться в общежитие Краевого центра развития спорта. Не понравилось. Хабаровчанкам выделили отдельные секции, все комнаты отремонтированы, есть отдельный душ. Как льготной категории граждан им продолжают выплачивать и компенсацию за наим жилья – 10 тысяч рублей. Но появились новые претензии. Она маленькая. Я уйду на работу, у меня собака в 25 килограмм. Она здесь разорвет просто все. Проблема с предоставлением жилья сиротам в Хабаровском крае не решалась годами. У некоторых на руках судебные решения, согласно которым квартиру они должны были получить еще в 2012 году. После двухдневной акции протеста активисткам предложили приходить в правительство региона уже регулярно на информационные встречи. По поручению губернатора был составлен график предоставления жилья сиротам. Я заинтересован в том, и все заинтересованы в том, чтобы очередь была справедливой, чтобы не было никаких нарушений, чтобы, не дай бог, никого не выкинули, вперед не поставили и так далее, и так далее, и так далее. Это я вам со всей ответственностью говорю. Никаких у нас желаний у кого-то забрать квартиру или кого-то наказать нет. У нас есть одно желание – это обеспечить всех жильем. В очереди на предоставление бесплатной жилплощади 1800 человек. В этом году запланировано выделить 580 квартир. 398 из них находятся в краевом центре. Данил Маевский, Станислав Михайлов, телеганал «Губерния».